Олимпийский огонь Будет земля счастливой и молодой Эти выступления юных гимнастов и спортсменов единоборств в честь Всероссийского дня физкультурника. Его 80-летний юбилей собрал тех, кто неравнодушен к спорту и физической культуре. В станицу Владимирскую съехали с команды сельских поселений. Представители власти, глава района приветствуют участников соревнований. Сегодня юбилей такому спортивному празднику, но этот праздник не просто спортивный, но с глубоким, большим смыслом для каждого из нас. Потому что это уже не секрет и не надежды какие-то, это большой факт о том, что кто занимается спортом, кто достигает больших результатов, вот у него открываются новые возможности. Перед началом большого соревновательного дня заслуженные награды ветеранам спорта. Те, кто в течение своей карьеры добился высоких достижений и внес личный вклад в развитие физической культуры и спорта, поднимались на сцену. Игорь Чигаев вручил им почетные грамоты. Новое в отношениях власти жителей станиц. Проблемы обсуждают за чашкой чая. Такая атмосфера позволяет стать ближе. С первых же минут начинаются вопросы к главе района. Спортинструкторы и ветераны спорта хотят лучших условий, хоть внимание селу уделяется максимальное. Станичники сейчас, молодежь занимается больше, естественно, возможно, больше. Весь площадки появились много, тренера появились много. Когда я работал в школе, там не было ни тренера, ни одного. Все секции проводились бесплатно. Сейчас оплачиваются люди. Далее, есть место, где заниматься. И есть то, что куда они едут, соревнуются и так далее. Лично я готовил четыре мастера спорта ваганболу. И готовили сейчас эти четверо играют в суперлиги. А есть много ребят по борьбе пошли. По влитболу, ну, других, легкой атлетики. Так что, желание, если есть детей, желание, есть где заниматься. Ну, думаю, что в ближайшие дни, может быть, спортивный зал еще добавить, строить станицу, еще лучше будет наши дети заниматься. Потому что спорт – это движение, а движение – это жизнь. А в это время на Владимирском стадионе уже начались состязания. В программе дня пять дисциплин. Минифутбол, пляжный волейбол, дартс, перетягивание каната и выполнение нормативов ГТО. Девять, десять. Занимался я каратэ где-то пять или шесть лет. Участвовал в различных соревнованиях, побеждал в них. Много медалей, грамот и прочих наград. Сегодня здесь я участвую во всем. В футболе, в волейболе, перетягивание каната, дротики, металл. То есть физическая форма моя позволяет мне участвовать во всех этих соревнованиях. Я живу в хуторе Харьковском. Это очень дружный хутор. Наш поселок всегда ездит на всякие соревнования и прочее. Мы участвуем там. Не всегда побеждаем, но делаем все, что в наших силах. В этих соревнованиях принимали участие команды только сельских поселений. Таково было их пожелание. Все участники приехали с настроем победить. Ведь до этого они встречались не раз. Команда из станицы Вознесенской, из Вознесенского сельского поселения. Принимаем самое активное участие в этом празднике спорта. Сегодня мы представляем команды и по мини-футболу, и по дарсу, и перетягиваем канаты. Поэтому мы занимаем все ниши спортивных соревнований, спортивных первенств. Я надеюсь, что Вознесенская команда, как это обычно бывает, занимает всегда призовые места. Желаю всем спортивного духа. Я занимаюсь волейболом уже с начальной школы. Мне это нравится. Здоровый, активный образ жизни, правильное питание. Надо всегда поддерживать себя в форме. Кто ваши соперники? Почти ближайшие все поселения Лобинского района. То есть вы уже знаете их слабые места, их сильные места, и как будет идти игра? Каждый год с ними встречаемся. Пока одни соревнуются на площадке, другие в качестве группы поддержки наблюдают за игрой. Но это сейчас они болельщики, а через несколько минут сами выйдут на поле. Конечно, довольны. Нужно проводить для развития детской физической культуры, для повышения спортивных интересов. Вы участвуете сегодня в каких-то соревнованиях? Если да, то как? Да, тянем канат. Хочется отметить, что на спортивном празднике было много детей. Их привезли, чтобы приобщить к здоровому образу жизни. Лучше с раннего детства начинать заниматься физкультурой. Для здоровья полезно. А с кем вы сейчас занимались на этом? С внучкой. Это моя внучка. Занимались. Так как мы занимаемся спортом, нам этот праздник очень важен. Мы приехали с радостью, поучаствовали, выступали, сдавали ГТО. Сейчас тоже как зрители смотрим футбол, нам очень нравится. Полная разборка, сборка автомата. Чемгусское казачье общество не осталось в стороне. В тени деревьев желающие метали ножи, работали с автоматом Калашникова, стреляли из пневматической винтовки. Также о себе на празднике заявили члены организации ветеранов ВДВ. Площадка для воркаута тоже не пустовала. Армрестлинг привлек внимание не только сильной половины. Юные спортсменки в ожидании, когда освободится стол, наблюдают за серьезными и сильными участниками. Ведь, с одной стороны, призер чемпионата России, а с другой – советник главы района по спорту. В сельском поселении это первый раз такое мероприятие. Хотелось бы проводить его как можно чаще в сельских поселениях, чтобы селяне приезжали к нам, смотрели. Что такое мероприятие проводится в таком масштабе. Такой масштаб. Есть у нас и игровые виды спорта, и единоборство. Все участвуют, пробуют. Я мастер спорта по греко-римской борьбе. Сейчас тренирую детей. Уже ученики выступают, тоже подтверждают свое мастерство. Как бы растем и поднимаем наш Лобинский район. В Лобинском районе создана хорошая база для занятий физической культурой. Основы закладываются на уроках в образовательных учреждениях. Начало успехов многих спортсменов идет от учителей и тренеров. День физкультурника, по сути, их профессиональный праздник. Мне 83-й год, наверное. И я еще могу детям все в волейболе показать. Поэтому я думаю, что это, конечно, спортивная закалка моя с детства дает о себе знать. Всем здоровья, заниматься спортом обязательно. Наш президент об этом своим примером, как говорится, показывает. Наш глава района тоже. Наш глава тоже, да. Наше государство, правительство выделяет на это средства. Вот в нашем селе построены тренажеры. Молодежь занимается, не только молодежь, и ветераны, как говорится, взрослые приходят, занимаются по вечерам и по утрам. Хочется всем пожелать, конечно, в первую очередь здоровья, заниматься спортом, потому что спорт – это жизнь. Я вот без спорта вообще не представляю свою жизнь. Я утром встаю, зарядка, скандинавская ходьба. А вечером мне 66 лет будет, а я в такой форме. Вот просто, как будто мне лет 30, честно вам скажу. Большое начинается с малого. И сегодняшние физкультурники – те, кто только делают первые шаги на пути к успеху, имеют поддержку профессионалов. И даже бег, которым занимаются многие любители для сохранения здоровья, имеет свои правила, свою культуру. Что такое физкультура? Встали вы и сделали зарядку, то есть физическая культура. Что такое физическая культура? Это умение двигаться, умение ходить, поднимать руку-ногу, выполнять какое-то элементарное упражнение. Это физическая культура. У любого движения есть начальный этап и завершающий, так сказать. То есть, если это бег, то он должен быть технически правильно исполняться. Если это прыжок, то же самое. Если это игра в футбол или волейбол, в любом виде спорта, в любом виде физического движения есть какие-то правила. То есть, самостоятельно лучше не начинать, потому что неправильно поставишь руку, неправильно поставишь ногу и все. Скажем так, самостоятельно вы можете научиться правильно дышать и правильно, наверное, ходить. Все остальное нужен тренер. Сейчас, конечно, очень много условий и созданы условия для того, чтобы получить навыки в том или ином виде спорта. Работают инструктора при всех образовательных школах, работают инструктора в спортивных школах. То есть, любой человек, который хочет научиться и навыки получить в том или ином виде спорта, он может обратиться, ему расскажут, покажут, научат. Главная задача этого праздника – привлечь как можно больше жителей к физической активности. И по настроению участников и зрителей видно, что она достигнута. В общекомандном зачете лидерами дня стали представители Владимирского сельского поселения. На втором месте – Первосинюхинская, на третьем – Ахметовская и Упорненская. По видам спорта лидируют в дартсе – Первосинюхинская, в волейболе – Засовская, в футболе – Сладковская. А в перетягивании каната сильнее всех оказались вознесенцы. Субтитры создавал DimaTorzok